Ушедшая неделя в Артёмовском городском округе не смогла порадовать сотрудников ГИБДД. За это время было зарегистрировано 18 ДТП. По словам начальника ГИБДД ОМВД по Артёмовскому городскому округу Андрея Казанцева, увеличилось не только количество пьяных за рулём, но и ДТП с их участием. Он связывает это с установившейся жаркой погодой, в которую люди едут на отдых и позволяет себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Среди этих 18 зарегистрированных за неделю ДТП Андрей Казанцев особо выделил одно из них, в котором тяжело пострадал человек. Это было 3 августа около 14.00 на автодороге Артёмовский-Зайково, 9-й километр. Водитель автомобиля КАМАЗ, бензовоз при повороте налево возле деревни Налимова не уступил дорогу встречному транспортному средству автомобиля ВАЗ-2107 и совершил столкновение на встречной полосе. В результате чего автомобиль ВАЗ-2107 восстановлению не подлежит, полностью повреждён. И водитель автомобиля ВАЗ-2107 находится в Артёмовской ЦРБ с тяжёлыми травмами. Нарушение связано с тем, что, как уже сказал, водитель бензовоза при повороте налево не убедился, что ему навстречу движется транспортное средство, как поясняет сам водитель. Потому что он не заметил. Хотя было светлое время суток, 2 часа дня. Больше ничего он пояснить не может, из-за чего просто стал поворачивать. Дождя ещё не было, асфальт был сухой. То есть это было до дождя. В то же время, опять же, водитель ВАЗ-2107, который следов торможения нету, то есть он тоже не предпринял никакой попытки. Даже не успел среагировать, хотя его вины, конечно, в этом нету. Но тоже нужно быть внимательным на дороге. То есть если видишь такая ситуация, тем более, что КАМАЗ сначала приостановился, потом начал движение, то есть скорости у него не было. Можно было, так скажем, предвидеть, да, учесть дорожную обстановку, предвидеть такое обстоятельство, что водитель КАМАЗа может начать движение. То есть сбросить скорость. Спокойно этот участок, тем более участок дороги, имеет три полосы, то есть по правой стороне имеется полоса для торможения и поворота в деревне Урнолимово. То есть места для объезда, разъезда было предостаточно. Но, тем не менее, произошло такое дорожно-трансное происшествие. К подобным авариям в связи с летними каникулами добавились ДТП с участием подростков, передвигающихся на скутерах и мопедах. Эта тема уже не раз поднималась. И с минувшей пятницы в Артёмовском городском округе начата новая операция под названием «Опасный мопед», которая продлится до 30 сентября. В период этой операции сотрудниками ГИБДД, а также всеми комплексными силами полиции, участковыми полномочиями, сотрудниками ПДН, ППС, будет обращаться внимание на несовершеннолетних, скутеристов, водителей мопедов, мотоциклов. Данные лица будут привлекаться к административной ответственности. У нас на скутере разрешено правилом дорожного движения с 16 лет при наличии паспорта и должен находиться в мотошлеме водитель. За это предусмотрена ответственность статьей 12.29, часть 2, то есть можно привлечь как водителя скутера. Кроме того, если будет задержан несовершеннолетний, будет материал направляться в комитет по делам несовершеннолетних, где сотрудники ПДН будут выносить административный протокол уже в отношении родителей, как за ненадлежащее воспитание своего несовершеннолетнего ребенка. То есть за это тоже есть административная ответственность, а там штраф приличный. Стоит отметить, что прошло не так много времени, а результаты операции уже есть. Шесть скутеристов было оформлено, из них двое несовершеннолетних. Причем хотелось бы отметить, одного скутериста я сам лично остановил, это здесь вот на автобазе. Ребенок, 14 лет, едет на скутере и везет с собой такого же еще одноклассника. Остановил, спрашиваю, сколько 14 лет. Он с 16 лет, говорю, знаешь? Знаю. Я все знаю. Я говорю, почему управляешь? Ну вот я купил себе мопед и решил вот его опробовать. Новый. Я говорю, зачем тебе мопед, если тебе еще два года ездить нельзя? Ну вот хочется, чтобы у меня был. Все. Значит, говорю, давай передвигайся. Пешочком. Все хорошо, я больше не поеду. Все. Живет на лесной. Все, смотрю, покатил. Доехал до ГАИ. До ГАИ через 10 минут возвращаюсь. Он опять на этом же мопеде, опять с этим же своим одноклассником, опять движется. То есть вот вам воспитание. Пожалуйста. Конечно же, он не сам купил этот мопед новый. То есть ему купили родители. И он все правила дорожного движения знает. То есть это говорит о том, что мы все-таки работу проводим. То есть он все знает прекрасно. Да, он знает инспектора, который приходил к ним в школу. Все. Все называет классного руководителя, что у них все мероприятия проводятся. Имеется, значит, класс юных инспекторов движения. Он все это прекрасно знает, все рассказывает. Но тем не менее, вот вам, пожалуйста. То есть если все-таки все равно такая значимая роль – это родители. Если папа сказал, что можно, все, он это исполняет. Упил, разрешил, все. О последствиях не думает. То есть мы сейчас на данный момент нам выдали видеофильмы. Будем мы их распространять в учебных организациях. Учебный год начнется. Там вот как раз про скутеры и про все остальное. Очень страшные такие фильмы. Также Андрей Казанцев обратил внимание на то, что в будущем должна упроститься процедура прохождения техосмотра. Уменьшится количество необходимых документов. А значит, и автовладельцам будет проще. Но пока, по его словам, никаких распоряжений не поступало. Ну а пока стоит отметить то, что зависит от погодных условий. Это ремонт и улучшение дорожной системы округа, которая находится на контроле в том числе и у ГИБДД. Лето, можно сказать, уже подходит к концу. А значит, уже можно говорить о предварительных итогах. 23-го числа состоялась комиссия по безопасности дорожного движения при главе администрации Артемовского городского округа. Значит, там было принято решение о восстановлении дорожных знаков, о проведении дополнительного ямочного ремонта. То есть, по автобусному маршруту он не везде будет, но местами еще, где произошли большие выбойны, будет полотно подремонтировано. Кроме того, значит, будут установлены все пешеходные знаки на желтом фоне, что будет привлекать водителей. Пешеходные переходы будут приведены в соответствии с ГОСТом, то есть не более 4 метров створ пешеходного перехода. У школьных образовательных учреждений, значит, будет нанесена разметка желто-белая, то есть цветная, что будет более заметно. Кроме того, значит, на перекрестках будет произведен обкос травы, значит, вырезка деревьев для обеспечения треугольника видимости на второстепенных и основных дорогах. Но это, по крайней мере, это решение комиссии, то есть глава заверил, что это все будет выполнено. Срок стоит у них до 20 августа, все они должны это исполнить. Сам лично он будет контролировать. Ну, как бы со своей стороны, и, конечно же, данное решение мы будем со своей стороны контролировать. Мы направили по пешеходным переходам, значит, и по укосу травы, мы направили, кроме того, информационное письмо в нашу Артемовскую прокуратуру. Вот, то есть, значит, прокурорам будет проведена проверка, потому что такая ситуация у нас уже давно сложилась в городе. В связи с ремонтными работами жителям города придется потерпеть некоторые неудобства. Перекрыта на данный момент улица Свободы, в связи с тем, что там производится ремонт, укладка труб, и будет производиться повторное, ну, так скажем, дорожное полотно будет вновь положено. То есть уже на чистовую, новое дорожное полотно, вот, который существовал вариант, все хотя говорят, что очень хороший асфальт, но это был временный вариант. Вот, будет положено новое. И на данный момент перекрыта улица Первомайская. Вот, в связи с ремонтными работами на теплотрассе, вот, значит, ну, должны они его уже до 10 августа тоже уже закончить, да, на ремонт. Дорога будет открыта. Также не раз уже поднималась тема стоянок для автомобилей. В настоящее время значительно увеличилось общее количество автомобилей у жителей округа. Некоторые дворы теперь вместо газона и детских площадок представляют из себя стоянки. Андрей Казанцев рассказал, какие меры принимаются сейчас и что должно измениться в будущем. По федеральному закону, значит, должны за этим, так скажем, ну, нести ответственность, что ли, содержать их администрацию. У нас за все отвечает администрация, все, что происходит в городе, за все то, что касается жилищного, всех обустройства, автодорог, дворовых территорий, отмечает администрация. Соответственно, перед ними отвечают, значит, обслуживающие организации, то есть жилищные. То есть, ну, на данный момент, значит, у нас, так скажем, во дворах, ну, никто ничего не обустроил. То есть, как оно было, так оно и есть. То есть, единственное, по федеральной программе, которая областная у нас, значит, на данный момент отремонтирована автодорога возле торгового центра «Сапожок». Вот. И, значит, будет еще шесть таких участков отремонтирован. На данный момент уже делают с улицы 8 марта до садика на станции. Вот. Будет, значит, в поселке Ключи и на Булнаше такие же дворовые территории, большие проезды будут отремонтированы. Вот. Ну, это, конечно, малая доля того, что нужно сделать. Это область. Эта область, значит, выделила денежные средства. И вот за счет областного бюджета данные участки ремонтируются. Вопрос-то он вообще назрел, так скажем, давно. Вот. Так как у нас такая масштабная автомобилизация идет. Вот. Практически уже чуть ли не у каждого второго имеется автомобиль. Вот. А возможность приобрести гараж у граждан нарос и нету, потому что очень большие цены на существующие гаражи. А строить новые всем хочется поближе к дому. В лесу никто не желает строить гаражи. Вот. Поэтому, как бы, конечно же, администрации нужно было... Не нужно было, а нужно уже подумать о том, что обустроить платные автостоянки. Мы, тем более, уже выходили к ним с предложением. Уже неоднократно даже выходили с предложением, что нужно обустроить эти автостоянки. Одну из них предлагали вот на круговом движении большой пустырь. Вот. Значит. Но, тем не менее... Как отметил Андрей Казанцев, это же касается и штрафных стоянок, в которых так нуждается ГИБДД. Мы бы уже не пользовались услугами частника о постановке транспортного средства на штрафную стоянку. А все бы... Все денежные средства бы шли от вырученной захоронения. Все бы шло в администрации. Плюс, значит, услуги эвакуатора. То есть, услуги эвакуатора пользуются, так скажем, на данный момент очень большим спросом. Поэтому я думаю, что все бы это мероприятие уже давно окупилось. Тем более, оно нам необходимое. Продолжение следует...